Здравствуйте, я Мила Велинская, мастер-постежур, универсал, технолог, преподаватель. Работаю с волосами более 20 лет. Обучаю различным техникам наращивания волос. И сегодня мы с вами поговорим о голливудском наращивании, в частности, плетении треса ручным способом. Ручное плетение треса. Основа постежорных изделий. Шиньоны, хвосты, накладки, парики. Это все изделия, которые можно изготавливать из ручного треса. В чем преимущество ручного треса перед машинным? При ручном плетении можно корректировать толщину, толщину пряди, толщину косички, толщину плетения, плотность полотна волос. Более долговечные в носке, эстетичные и практичные. При переделке машинного треса мы теряем от 5 до 8 сантиметров длины волос, что не происходит при переделке восстановления волос в ручном тресе. Приспособление для плетения ручного треса называется тресбанк. Тресбанки бывают ученические и профессиональные. Для своих учеников я рекомендую использовать в своей работе профессиональные тресбанки, так как они позволяют плести ручной трес непрерывного метража. Чем быстрее ты хочешь увеличить скорость плетения треса, тем хвостик плетения, который используется при плетении между нитями, он будет длиннее. Поэтому если хочется отработать и набить руку при плетении треса ручного, тогда нужно использовать, брать высокий длинный хвостик и таким образом ты отработаешь скоростную технику плетения. А на искусственных волосах это вообще мега скорость, там можно плести до 5-6-7 метров вообще в день. Когда стоит задача для ручного парика сплести ручной трес порядка 12 метров. То есть на парике используются все виды плетения и в один оборот, и в два оборота, и в три оборота. То есть распределение волос по плоскости основы парика и определяется тем, во сколько оборотов мы плетем этот трес. Опять же момент какой, если ты плетешь быстро и хочешь быстро наплести этот трес, то используешь высокую головку при плетении. Но ты тогда можешь с изнаночной стороны, потому что когда мы плетем трес, у нас получается и лицевая, и изнаночная сторона. И мы можем просто тупым срезанием ножницами сократить изнаночную сторону головку волос. Но при этом используется быстрая техника плетения. А если мы хотим сэкономить на длине волос, у нас например 30 сантиметров, и нам нужно сделать трес, длину волоса оставить 28. Мы будем работать только с двумя сантиметрами. Это будет более медленный процесс плетения треса и более кропотливый. Тогда метраж у нас будет очень маленький. А если мы не экономим на длине волос, у нас есть запас 5-6 сантиметров, мы оставляем большую голову, мы плетем, у нас увеличивается скорость. И тем самым количество треса у нас, допустим, в день будет больше. Но мы потом ножничками аккуратненько с изнаночной стороны срезаем саму голову. Изнанку делаем. То есть ножничками аккуратненько срезаем это все. Использовать ручной трес можно не только в натуральных волосах, но и в искусственных волосах, которые можно преподносить и подавать как всевозможные идеи для фэшн-показов, стилистов, для их творческих задумок, для их творческих работ. Очень много нюансов в плетении ручного треса, поскольку разные техники плетения ручного треса, разные виды плетения ручного треса, разная наполняемость ручного треса. Также толщина косички плетения зависит от того, какую толщину пряди волос мы берем и используем в плетении. Чем толще берется прядь волос, тем толще будет само плетение и сама косичка ручного треса. Чем тоньше берется прядь волос при плетении, тем косичка будет более изящная, более ювелирная и более аккуратная. При использовании ручного треса в голливудском наращивании и если это наращивание происходит на очень жидкие и тонкие волосы, понятно, что нужно плести трес достаточно ювелирным и тонким, поскольку рядность сшивания между собой этих тонких пластин дает более тонкую и более гибкую саму основу для пришивания при голливудском наращивании и более удобную и комфортную историю в носке. Это очень удобно клиенту и в уходе, и при создании всевозможных укладок и причесок. В моем арсенале плетения ручного треса присутствует порядка семи различных видов треса. Они отличаются между собой количеством натяжения нити. Можно использовать две нити, можно использовать три нити и так далее. Все зависит от задачи, которую мастер перед собой ставит, что нужно сплести. И в дальнейшем, где этот трес применяется, используется в каких изделиях и для чего. Основные виды ручного плетения это плетение треса в один оборот, плетение треса в два оборота, плетение треса в три оборота. Это основные техники плетения, которые достаточно распространенные и проще всего их освоить и использовать в дальнейшей работе при создании того же голливудского наращивания и всевозможных изделий. Техника плетения ручного треса в один оборот, это техника плотного плетения треса и наполняемости самой пряди волосяного полотна. Чем плотнее трес, тем оборотность меньше. В два оборота более жидкое плетение, в три оборота еще более жидкое плетение. Сейчас здесь у нас наглядно видно использование разных видов плетения и видна плотность волос при этих видах плетения. Здесь первый вариант, это у нас плетение в один оборот и плотность самого волоса. Плетение треса в два оборота и плотность волоса. Плетение треса в три оборота и плотность волоса. Все три плетения использованы при одинаковой толщине косички, но при разной наполняемости самой пряди. Основа плетения треса и создания треса для голливудского наращивания, это техника плетения треса в один оборот. Трес банк у нас состоит из двух стоек, правая и левая, на левой стойке, которые крепятся к основанию стола. Левая стойка у нас с одним штырем, правая с тремя. Классическое использование плетения на трех нитях. Фиксируем нити между собой, несколькими узлами и нить фиксируем на левой стойке с единарным штырем. Плетем трес в один оборот, трес заводится под нижнюю нить. Третий час. Продолжение следует... 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 отличается от техники плетения, которую мы сегодня с вами разбирали для голливудского наращивания. А эта техника плетения используется уже для изготовления постежорного изделия и дальнейшего использования. Техника плетения в 3 оборота также используется для изготовления постежорного изделия. Здесь использование двух цветов, милирования, колорирования. Здесь использование техники плетения ручного треса в 2 и в 3 оборота. Использован эффект милирования. Плетется попрядно, прядь темных, прядь светлых волос для получения эффекта милирования. Одна из разновидностей плетения ручного треса. Ручной трес – это основа всех постежорных изделий. И научившись плетению ручного треса, его можно в дальнейшем использовать не только для голливудского наращивания, но и для создания всевозможных изделий. Хвостов, шиньонов, прядей и даже париков. На моих курсах вы узнаете, какой путь проходят волосы от головы до головы. То есть с момента срезания волоса, что происходит с волосами, каким образом их нужно сортировать, распределять. И в дальнейшем использовать подготовленные волосы уже для плетения и потом использования уже на другой голове, другого клиента. То есть путь волос от головы до головы, от клиента до клиента. До новых встреч! Продолжение следует...